Английская пословица гласит – чистота есть лучшая красота. И с этим невозможно не согласиться. Можно много заниматься благоустройством, строить новые парки, скверы, фонтаны. Но если на улицах будет грязь и мусор, ни о какой красоте и речи идти не может. Глава района Роман Синеговский постоянно проводит объезды по городу, чтобы посмотреть, в каком санитарном состоянии он находится. А в преддверии майских праздников это особенно важно. Аккуратные газоны, побеленные деревья, чистые улицы – таким выглядит наш город перед первомайскими праздниками. Это отметил глава Славинского района Роман Синеговский во время рабочего объезда. Он обратил внимание на новые элементы благоустройства – ухоженные клумбы с цветами, убранные придомовые территории. Всё это радует жителей и гостей нашего города. Приятно, когда гости приезжают в город и говорят, что город нравится, город зелёный, красивый, чистый. Мы этим гордимся и спасибо за это всем нашим жителям, труженикам, которые работают и живут в нашем городе и в нашем районе. По-праздничному красиво выглядят центральные улицы города. Ленина, Адельская, Красная, Батарейная, Троицкая, Победа и Школьная. Покрашены и отремонтированы стойки дорожных знаков. Побелены деревья и опоры линий электропередач. Но, к сожалению, как показал объезд, за чистотой и порядком следят не все славянцы. Кое-где возле домов есть неубранный мусор, не скошена трава. Роман Синеговский поставил задачу устранить все нарушения санпорядка в самый короткий срок. Стояла задача перед службами городскими жителями убрать это всё, навести порядок, клумбы привести в порядок, озеленение всё наше. Для этого мы привлекли всех наших жителей, социальные службы, социальные сферы студентов, буквально всех, для того, чтобы подойти к 1 мая ухоженными, чистыми, благоустроенными. Ну, я считаю, что эта задача, она практически выполнена. Продолжая тему санитарного порядка, наша съёмочная группа отправилась по улицам города, чтобы своими глазами посмотреть на их санитарное состояние, а также оценить подготовку к майским праздникам. В преддверии майских праздников наш город заметно преображается. Проходя по улице Красной, на окнах домов и предприятий можно увидеть белых, голубей мира. Поступлением весны Славинск-на-Кубани заметно преобразился. Стал ухоженным, засиял яркими красками, задышал по-новому. В празднично украшены окна городских школ и детских садов. Активно подключились и руководители некоторых предприятий. На фасадах магазинов вывесили баннеры ко Дню Победы. А на здании аптеки «Биофарм» по улице Батарейной, 258, развивается шестиметровая георгиевская лента. Чистота и порядок на территории Славинского маслосырзавода. Работники предприятия со всей ответственностью подошли к наведению санитарного порядка в преддверии майских праздников. Бордюры и деревья побелены, высажены цветы в клумбах. Приятно посмотреть на такую красоту. Главное – не снижать темпов, стремиться к наведению санитарного порядка, продолжать благоустраивать свою территорию. Чтобы самый главный праздник – День Победы – мы встречали в чистом и опрятном городе. Все мы называем Славинск-на-Кубани своим родным домом. И наводить порядок там, где живешь – не одолжение, а удовольствие считают славинцы. Надо убирать и соблюдать чистоту. Мы все в городе стараемся что-то для своего двора сделать, что-то для других помочь. Ну, кто как, по силе возможностей. Очень красивый становится постепенно. Не сразу, но красивый очень становится город. Да, как любой хозяин или хозяйка в доме убирает, так и перед двором. Ну, тот должен убрать все, побелить деревья, допустим, там цветочки пропасать, если есть клумбочка, привести в порядок. Потому что у нас как определяет хозяина, да, или хозяйка? По двору, перед двором. Если в порядок, значит, и в доме в порядок. Поэтому обязательно надо. Но, к сожалению, некоторые жители и руководители предприятий не считают нужным следить за порядком своей территории. Так, на улице Ковтюха под крышей магазина «12 стульев» флаги Российской Федерации и Кубани превратились в лохмотья. Скорее всего, причиной тому послужил ветер и дождь. Но привести их в надлежащий вид все-таки кто-то должен. На окнах Славинского электротехнологического техникума висят уже выцветшие плакаты. Видимо, с прошлого года. Если на подсыпку дороги, ремонт тротуаров нужны значительные финансовые вложения, то для наведения санитарного порядка много средств не надо. Все, что необходимо для того, чтобы городские улицы были чистыми, всего лишь не мусорить. Бытовые отходы надо выбрасывать в контейнеры, а не где попало. Ну и, конечно же, убирать придомовую и прилегающую к предприятиям территорию. Ведь каждому приятно жить в чистом и ухоженном городе. А чистота вокруг – дело наших рук. Домайских праздников не так уж и много времени. Остается только надеяться, что наши земляки найдут в себе силы привести в порядок свою территорию. И тогда наш город засияет новыми весенними красками. Надежда Неткочева, Георгий Калинин. Программа «События».